Чтоб они сдохли, кто меня ненавидит. Аплодисменты Саламу алейкум, Дагестан. Доброго времени суток всем, кто смотрит нас на нашем канале на видеохостинге YouTube. В эфире проект «Ужин негодяев», где мы обсуждаем новости прошедшей недели. У меня в гостях сегодня обозреватель еженедельника «Свободная республика» Багаудин Гаджич Узинаев. Добрый день, друзья. Креативный директор издательского дома Максим Вера Лепина-Тимофеева. Всем привет. У нас председатель коллегии адвокатов города Махачкалы Ренат Кажирович Гамидов. Саламу алейкум. Добрый день. Ну и сегодня веду этот проект я, негодяй со стажем, за оргазм. Поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, дамы и господа, Вера Олеговна, приступаем. Какую новость вы обозначите в первую очередь для того, чтобы начать ее обсуждать? Я думаю, что мы будем солидарны с коллегами, которые вынесли на первые полосы новость по ситуации с мэром Махачкалы Мусоем Усаевым. – У нас в республике Муса Мусаев в таком образе… – У нового отдела тоже. – У нового отдела у кого? У вас? – Да. – У вас очень красивое лицо Муса Асхаб Алиевич. А у вас, Ринат Тажевович? – У нас Муса Асхаб Алиевича нет. У нас есть сотрудники спецслужб, которые сфотографировались на фоне его кабинета. – Понятно. Вера Олеговна, итак, как бы вы предложили откомментировать эту новость? – Ну, насколько вы помните, что мы начали обсуждать ее еще в прошлом выпуске, но тогда ситуация была не до конца ясной. Мы думали, что все-таки мэры, наверное, отпустят. Но буквально вот несколько дней назад ему продлили срок до двух месяцев. – Вот это поворот! – Насколько вероятно, что он вообще оттуда выйдет? – С учетом тяжести предъявленного обвинения, да, это то, что мы знаем из средств массовой информации, с учетом ситуации по данному делу, я полагаю, что в ближайшее время он точно будет. – Вы в курсе, что ему инкриминирует? – Да, ему предъявили 286-ю часть 3-ю, статья 286-я Уголовного кодекса. – Это вот за этот огромный участок? – Это вот за этот огромный участок, который предусматривает уголовную ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы. Это не значит, что ему там на 10 лет осудят. И существует такая практика, что первоначальное обвинение, которое предъявили сегодня, не факт, что оно в этой редакции дойдет вообще до суда, и вообще не факт, что дело дойдет до суда. Но сейчас есть резонанс по данному уголовному делу, сейчас есть такое, что Бастрыкин Александр Иванович взял это дело под свой личный контроль, но он брал тысячи других дел под личный контроль. Не факт, что то обстоятельство, что он взял это дело на контроль, и прямо сейчас его раскроют, и завтра же осудят Мусулас Хабалиевича. Но тем не менее, дело на контроле, и для того, чтобы первоначально его заключить под стражу, начать проводить какие-то активные следственные действия, этого достаточно на сегодняшний день, чтобы говорить о том, что он в ближайшее время, конечно, будет под стражей. Ну и естественно, вероятность, что этот человек останется на посту мэра равняется 0,010. Ну не знаю, такой прогноз я не буду давать. Ну извините, если мэр сидит в тюрьме по подозрению, или не в тюрьме, а вот... Ну это всего лишь подозрение или обвинение, это версия следствия. Здесь у нас в стране не презуммируется то, что если его задержали или следователь, что дальше он сразу стал преступником. По крайней мере, по закону так. Это лишь версия обвинения, которая должна быть поддержана судом. Вот вы как адвокат, вот вы ознакомились с обвинением, которое претензает... Ну только из средств массовой информации. Да, вот из средств массовой информации. Насколько вероятно, что адвокаты Мусана Схабалевича смогут освободиться? Я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что там довольно опытные коллеги работают по этому делу. Я с мужа делал. Ать, я с колоусом. Прогнозировать, опять же, насколько вероятность, что он освободится, я не могу. Но я полагаю, что из того, что я услышал и прочитал, что на самом деле на сегодняшний день довольно сырое обвинение. И кроме того, на мой взгляд, там усматриваются гражданско-кровевые отношения. Я поясню, почему. Здесь все на самом деле элементарно. Мне говорят, что я незаконно продал участок. Участок исчез. Он же там же, этот участок стоит, правильно? Да, да. Мы куда-то потеряли, там зияющая дыра, что там осталось. Там участок есть. Здесь республика говорит, что она здесь потерпевшая и выступает в роли потерпевшего. Здесь республика. И считает, что они незаконно оторвали кусок. Забирайте ее назад. Обращайтесь на арбитражный суд. Признавайте сделки купли-продажи или какие-то были конкурсы проведены незаконными. Забирайте участок обратно. А вот если то лицо, которое купило участок в последующем, окажется пострадавшим от этой всей сделки, и выяснится, что ему деньги не возвращают. И там был умысел, будет доказано, что у мэра города был умысел, связанность направлена на то, чтобы обмануть человека. Там это лицо может уже выступить в качестве потерпевшего, но участок-то никуда не девается. Республика ничего не теряет, по сути. Нет, это понятно. Понятно, что мы имеем дело с политической историей. Абсолютно. Политический контекст в этом деле от и до прослеживается на самом деле. Вот мне интересно, предлагали ли Муся Асхапалиевичу уйти или нет? Вот это самый интересный момент. Возбуждено дело уголовное. И вообще вокруг него образовалась такая ситуация. Это, конечно, будет поводом для того, чтобы избавиться от него. Но только так это можно воспринимать. А может он сам бы и тихо мирно ушел. Нет, ну смотрите, но есть же правовые моменты. Вот это все-таки, Ренат, огромная разница между кадастровой ценой, 1 миллион, и рыночная. Это все-таки огромная разница. Давайте исходить из другого. Первичная здесь земля. Земля ведь осталась. Республика ничего не теряет. Даже если он продал за 1 миллион то, что стоило 80 миллионов, это вопросы вторые. В первую очередь, мы же здесь говорим, что республика потеряла что-то. Если республика считает, что земля незаконно была реализована муниципалитетом, тогда как она принадлежала республике, обращайте арбитражный суд, признавайтесь, сделайте незаконное, а он пускай 1 миллион рублей вернет тому человеку, вторую, таким образом, как бы, при этом все исчерпано, да? Да, сам у меня так не должно быть. У меня вопрос. Давайте. Может быть он совершенно дурацкий, я не знаю. Просто вот неинтересно вашу точку зрения узнать. Вот вы говорите, что обвинение, на самом деле, сырое на Мусаева, но, однако, его задержали. При этом возьмем вице-премьера Белала Амарова, на которого заведено 3 уголовных дела, но он до сих пор ходит на работу, и как бы все в порядке. Ну, вот как так? Дело не в этом. Бизнес привык, ты там любишь, не любишь. У меня другая версия по поводу того, на самом деле, нашим властям понадобилась какая-то сакральная жертва, потому что, ну, кто такой Белала Амаров, да? Ну, мужик с добрыми, честными глазами, да? Вот все его, весь его пиар в добрых, честных глазах. Вот его посадить, да? Господи, да, никто на следующий день не вспомнит вообще за что, кто это, как это, почему это. А Мусарас Хабалевич, ну, человек видный, это мэр города, извините, мэр города посадить, это шум на весь мир, да? Да, поэтому я предполагаю, что посадка Мусарас Хабалевича это такой предвыборный подарок нашему электоратуру, который, в общем, протестует, протестует, и все, весь пар уходит в гудок, а тут ему вот раз подарочек. Вот мы наводим порядок в республике, посмотрите, мы даже мэра на радость вам посадили. Ну, знаете, в соцсетях, например, ходит мнение о том, что это так подбираются, как на Самаду Мустафаевичу. Что? Ну, это, по-моему, очевидные вещи, потому что понятно, что креатура Мусаева, вернее, кандидатура Мусаева была креатурой Гамидова. Почему Гамидова не устроил другой его родственник, Магнит Валибаганович, это вопрос уже отдельной истории, да? Но я очень сомневаюсь, что вот этот участок у республики был, мог бы быть продан без одобрения сверху. Я очень в этом сомневаюсь. Конечно, это тоже только версия, да? Но такие дела... А откуда сверху? Ну, я думаю, что и республика тоже знала, что этот участок продается без одобрения, я думаю, у председателя правительства он вряд ли бы смог. Я думаю, что эти вопросы вообще-то решают. Ну, вот вы представьте, да, участок, который стоит 80 миллионов, да? Допустим, они продали его реально за миллионов 50. Ну, допустим, да? Допустим, нашелся клиент-пациент, да? Ну, вы, как вы себе представляете, могли бы они это сделать, вот такие деньги, чтобы пробежались по чьим-то карманам, да? И чтобы там наверху доля не откатилась туда-туда-туда. Вы сомневаетесь? Ну, это, я думаю, невозможно, мне кажется. Ну, а я понимаю, что Ренат сейчас сидит и думает, куда я попал. Да нет, абсолютно. Я думаю здесь о составе преступления, понимаете? Ему вменено же не получение взятки. Если бы ему говорили, что он продал участок и 49 миллионов положил себе в карман, это было бы другое обвинение, условно, да. Здесь же говорится о превышении должных полномочий. Поэтому, если не доказано, что он получал эти деньги... Доказывается же в ходе следствия. Они его закрепили в суде. Согласен, да. Пока что презумпция невиновности. И кроме того, мы здесь, как бы, получается так, что защищаем экс-мэра, да. Но, с другой стороны, мы же не знаем все те доказательства, которые есть у следствия. Следствие в данном случае хранит молчание процессуальное, да. И, возможно, оно здесь поступает мудро, потому что она всё не выкладывает на всеобщее обозрение. А потом, друзья мои, разберётесь, увидите, что у нас есть, когда мы дело направим в суд. Такое тоже может быть. Ещё более интересная история, они его закрыли по этой статье, а сами ведут дело по другим эпизодам. А потом, да, просто, чтобы те элементарно не подготовились. Так тоже может быть. Вот эта Светлана Петренко, она же не случайно приехала, она здесь находится по поручению Бастрыкина. Она же прямо заявила, что кроме вот этого эпизода, значит, будет проводиться следствие проверкой по другим. Потому что есть подозрение, что какие-то ещё были допущены им нарушения. Но мы, ты говоришь, что мы как бы защищаем, да. Ну, правильно, презумпция невиновности, это защищать её мы и обязаны. Вообще, вы добрый следователь, понятно. Ну, вот там и табличку тоже сделал. Добрый следователь, здесь злой следователь, здесь... Ну, нет, нет, я бы так не скажу, я не хочу. Дело в том, что вот я не зря указал на эту разницу, да, она просто колоссальная, эта разница. И от того, что эта Земля осталась на месте, намерение же было, понимаете, намерение не промахивается. И поэтому считать, что раз Земля осталась, она... Погодин Геджич. Это как бы преступления не было, но это в отношении, наверное, экономических преступлений может быть правильно. Погодин Геджич, вся прелесть Рината Тажирыча в том, что он говорит, исходя из буквы закона. Мы можем предполагать, фантазировать, строить догадки и домыслы. Это всё наша профессия. Ринат Тажирыч говорит только то, что знает, исходя из статей и буквы закона. Это новые подходы, кстати, это Медведев вёл такие смягчающие подходы к экономическим преступлениям. До него за это сажали, задерживали, а он... Расстреливали. А вы знаете, вот Новое Дело, например, вспоминает фразу Рамазана Гаджимурадовича. Как вы помните, в прошлом году на открытии, по-моему, одного из парков он заявил, что вот он много мэров менял, и все как-то они на себя работали. Я думаю, что Мусас Хабалиевич, эта цитата, тоже на себя работает чуть-чуть. И корреспонденты Нового Дела тогда обратились в пресс-службу администрации главы правительства прокомментировать вот это вот, да, чуть-чуть. Но те говорят, что ничего не смогли ответить. Если бы Рамазан Гаджимурадович мог отматывать время назад, и чтобы вот можно было чего-то не сказать, я думаю, что Рамазан Гаджимурадович с удовольствием бы это делал бы, да, и предпочитал бы какие-то вещи не говорить. Но прелесть Рамазана Гаджимурадовича ведь в том, что его оговорка на оговорке, и все по Фрейду, и все не случайно, и дай Бог ему здоровья, потому что нам просто не о чем было бы сейчас говорить. Но он тут, кстати, чуть-чуть переоткрывает все-таки. Чуть-чуть что-то он, видимо, знает. Да, я не знаю, я не кровожадный человек, да, и меня не радует, когда людей сажают в тюрьму. Ну ведь, ну вот вы хоть убейте, да, я никогда не поверю, что участок рыночной стоимости 80 миллиардов в Махачкеле можно было, 80 миллионов можно было продать в Махачкеле, чтобы никто этого не заметил. Вот такого никакого не может быть, за какую бы сумму вы его не продали. Ну, кстати, вопрос по поводу меры пресечения, для чего человека заключать под стражей? Вот это тоже непонятно. Даже не совсем обоснованно. Это шоу, понимаете, это все строится по законам шоу. Реакцию Васильева тоже стоило бы, мне кажется, обсудить, потому что он же высказался. И он высказался. Он, кстати, в обвинительном таком уклоне там высказался, исходя из своих профессиональных психических информаций. Вот я про это и говорю. Для него мы все потенциальные преступники. Если нас еще не посадили, значит, для нас просто не нашла статья. Просто не доработали еще. Мы даже не обижаемся ведь на этом. Мы же понимаем, в принципе, с кем мы являемся дела. Нет, тем не менее, вот эта презумпция невиновности в его высказывании там нет. Ну, новое дело выносит... Ну, может, она владеет информацией, кстати, это тоже возможно. Новое дело выносит его стату в стату недели. Вот она рассчитывает на какие-то заслуги, принадлежности, отношения не советую. Я думаю, что это очевидно и понятно. Коллеги, надо понять, это не чьи-то амбиции или желание произвести впечатление. Это жизненная необходимость. Я думаю, что Васильев прекрасно знает, для чего он приехал. Почему это он, да? Почему человек с полицейскими, милицейскими корнями вдруг приезжает в Дагестан, не зная вообще Дагестана, да? Да его к этому и готовили. Мне кажется, вот для вот... Они же поняли, что после вертолета Саида Джапарыча это самое любимое развлечение в Дагестане, да? Ничто людей не... Посадка мэров. Посадки мэров, это же наш спорт. Все кончится тем, как сказала Вера Олеговна, провезут и поставят сюда мэра такого же точно, как и Владимир Абдулевич. А может, это будет и неплохо для нашего... Ну, я думаю, что это будет... Нет, я не говорю о национальной принадлежности. Я больше говорю, что человек с каким-то опытом извне может, наверное, много привнести сюда. Мы с вами, Вера Олеговна, категорически согласны. Лишь бы этот опыт был, как говорят, негативный, а позитивный. Ну, понимаете, давайте вот скажем, как есть. Пока этим городом руководили по советскому образцу, у нас появлялись проспект Калинина, Бульнакское шоссе раньше, проспект Акушинского, проспект Кирова. У нас появлялись какие-то городские магистрали, какая-то городская инфраструктура. Пока городом руководили по общероссийскому, по общесоюзному образцу, у нас ездили троллейбусы по городу, автобусы. Как только город оказался в руках этнических дагов, так получились маршрутки на всех перекрестках, застроенные магазины, ларьки. Может, на самом деле, как Вера Олеговна говорит, какой-то человек приедет сюда с каким-то новым опытом, вычистит город по Собянинскому образцу. Ничего себе! Собянин же уничтожает уже троллейбусы, так что там даже не все хорошо. Извините, он до уничтожения троллейбусов, там была и другая история. Он вычистил город от вот этих наслоений. Но при этом он несколько раз менял плитку. Но, опять же, ты приезжаешь в Москву, да, ты гуляешь где-то в районе, условно говоря, патриарших прудов, да, и ты видишь, что это европейский город. Абсолютно. А ты в Махачкалу приезжаешь, и что ты видишь в Махачкалу? Сейчас улицу Буйнакского видно. Ну, Буйнакская улица красивая. Многие недовольны, заузил он дорогу. Нет, вопрос не в зауживании дороги, вопрос в том, что, хорошо, когда вы сделаете улицу Буйнакского, да, а почему бы вам не открыть транспортный поток на улице Оскара, на улице Даньялова, да, я не знаю, где находится ваша коллегия, но тоже где-то, да, у вас же на Оскара, да, а как нам проезжать в час пик, потому что там реально ад, там развернуться невозможно. Ну и потом, когда люди говорят, зачем вы делаете этот участок Буйнакского, там же рядом парк есть для прогулок. Кто хочет прогуляться, может это сделать в парке. На самом деле, то, что улицы заужаются, я в этом благо только вижу, потому что город для машин не должен быть, город должен быть для людей. Понимаете, есть еще один нюанс по поводу зауживания дорог. Если вы зауживаете дороги, разбирайтесь с транспортным трафиком, потому что нигде, вот все города, в которых я был, да, в которых я видел, как вообще там транспортные потоки распределяются, ни в Милане, ни в Кёльне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Амстердаме, нигде нет вот этих больших внедорожников, как УЗМ, как выстроятся, да, вот таких здоровых, это как надо, понтовозки, да, вот нет этих машин в центре города. Тогда разбирайтесь с этими машинами, тогда им въезд в город надо запрещать, тогда надо обкладывать налогами, да, обкладывайте налогами их. Вы зауживаете дороги, понятно, а как нам ездить, если они свои внедорожники в районе, как этот сад, да, называется на 26, вот они как поставят поперек улицы эти машины, да, и потом вечная пробка на 26, а 26 не узкая улица. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами, мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Ну, знаете, у меня, например, другой крик души. Вот как только дождик покапает, такой свинарник на улицах, это же просто кошмар, если вот вы сравниваетесь с другими городами. Давайте, например, скажем, что там просто элементарно чисто. Почему у нас пыль, а у них пыли нет, я это тоже не знаю. Я живу реально на 11 этаже, но у меня даже до меня пыль доходит. А грязь? Грязи по колену нереально просто ходить. Грязь, вот сейчас к дому быта подхожу, да, после дождика. Вот такой слой разлитой грязи по плитке, да, откуда она там берется? Очень много строек, очень много земли, которая на колесах транспортных средств, да, у нас распространяется по городу. И если вот возьмем, допустим, центральную улицу, очень много подъездных путей, которые не асфальтированы. Тысячи машин ежедневно выходят на центральную автомагистраль, да, Кирово, Калинино. Вся эта грязь, колеса и машина, она уже по городу расходится. И что бы ты ни делал, пока все эти дороги не будут асфальтированы, да, мы ничем здесь не можем. Вы ничего не можете сделать, пока вы не откроете площадь, пока вы не сделаете сквозные пути. Почему площадь закрыта? Чтобы сохранить покой тех, кто сидит в Белом доме, правильно? Больше же мы там никому не мешаем. Момент престижа, да. Вот, да. Ну, давайте, даже через Красную площадь машины ездить. Почему нельзя ездить машинам через... Проще открыть, конечно, эту площадь, чем отрегулировать эти потоки. Ну да, да, вы не запретите внедорожникам. Если могут, я бы только обрадовался, чтобы они... Потому что, например, Владимир Абдулевич может приехать в 8 утра на работу, не закрывая движение. Мы до этого думали, что это невозможно. А как это может? Может ли он на велосипеде когда-нибудь приехать? Ну, я боюсь людей, которые ездят по Махачкале на велосипеде. Иногда я выезжаю, честно говоря, на велосипеде, обычно по выходным дням, езжу на работу. В принципе, это возможно, если трафик не слишком крутой. Загружен, да? Ну, для тебя, возможно, перед ним может начнут разгонять... Богатей Гачевич. Ну, я думаю, что пруд разогрели, в котором Путин на крещение... Ну, это разговоры, я... Другая главная новость этой недели. Напомню, 25 января Владимир Абдулалиевич оповестил всю нашу политическую общественность о том, что Ума Пазилия Марова будет назначена вице-премьером-министром образования. Дай бог здоровья у Ума Пазилия Абдулалия много лет эту женщину знаю, как замечательного человека, как человека, который болел душой за то дело, которым она занималась. Возможно, у Рината Тажирча другая точка. Давайте я сначала докончу свою мысль. Сегодня, 26-го числа, она уже официально вступила в должность. И второй указ, который издал Владимир Васильев, о том, что количество вице-примеров увеличивается на один. Он такое чувство, что вы на что-то претендуете. Я просто удивляюсь, что он говорит о сокращении аппарата и раз так увеличивает. Он когда-то и Мусас Хабалевича хвалил. Он хвалил, и чем всё это закончилось, будьте осторожны. Относительно Ума Вадзина, я могу лишь сказать, что ещё будучи студентом, она читала мне лекции. Действительно, как педагог, как лектор, это первоклассный специалист. А вот будучи амбудсменом, да, неоднократно мы обращались за правой помощью. К сожалению, помощь мы там не получили. Кстати, по одному из дел, по которому мы обращались, что человека пытают, в последующем, впоследствии, это лицо было оправдано Верховным судом полностью, да, и там идёт процессуальная проверка до сих пор по фактам применения насилия в отношении тех лиц. Но, тем не менее, действительно Ума Вадзина – это выдающийся профессионал, это выдающийся лектор и действительно это первоклассный специалист, особенно специалист в области гражданского права. Ну, в числе тех, кто действительно является специалистом в области образования, безусловно, муж, супруг Ума Вадзина Магомед Магомедович Гасана. Следующая новость. Я думаю, что давайте поговорим о том, что в воскресенье, 28 января, в Махачкале намечено проведение митинга против подавления реальной политической конкуренции и фальсификации подсчёта голосов на мартовских выборах президента. Администрация Махачкалы не отказала в проведении мероприятия, но посоветовала изменить место. Я напомню, что запрашивалась площадка перед зданием Аварского театра, но администрация просит перенести митинг в парк, как этот парк называется, Ленинского комсомола. Но люди всё равно не хотят вроде туда выходить, собираются выходить как раз к Аварскому театру. Парк Ленинского комсомола – это собачий парк? Нет. А, это вот ещё был из акцента. Который на Гаджиева. Вообще, вот к этому, как можно относиться к вот этому митингу, да? А как можно отнестись к митингу против того, чтобы астероиды залетали в орбиту Нептуна или в орбиту Сатурна? Да, вот как можно не приветствовать митинги от астероидов, от комет, от них же столько вреда Сатурну и Нептуну, и вообще, да? Ну, как можно не солидаризироваться с людьми, которые хотят, чтобы инопланетяне не разрушали Солнечную систему? В принципе, по эффективности и по, я не знаю, да, по актуальности повестки дня, по-моему, это одно и то же. Нет? Это же Марат Исмаилов, это представитель Навального здесь. Тьфу на тебя, Алексей, Навальный. Тьфу на вас еще раз. А это, следовательно, повестка Навального, вот они и хотят говорить. Забастовка как протест против того, что не зарегистрировали Навального. Они призывают лекторат не выходить на голосование и тем самым выразить свое отношение к этому. Поэтому это вот такое. И потом вот то, что ему предложили одно место, а он, тем не менее, 28-го будет там, где сам запланировал. Это тоже почерк Навального, которому, помните, в свое время было предложено одно место, но он, тем не менее, сделал там, где хотел. И навлек очень много, значит, конечно, там критики. Навальный очень нехороший человек. Его надо вообще убрать из земли. Ну, извините, видеокадры на Тверской, когда тысячная толпа скандирует «Путин вор», «Полиция с народом не служил уродом», «А Медведева в отставку», вот эти вещи, они же запоминаются, они же остаются в интернете. Ну, возможно, они хотят сделать нечто похожее в Махачкале, «Ну, будем сделать, посмотреть». Ну, да, так и будет, скорее всего. Там, может быть, они даже и хотят, чтобы и разгон какой-то был. Потом, я вообще не вижу смысла призывать, бойкотировать выборы. Когда люди не участвуют в выборах, в конечном итоге к власти приходят те, кого они меньше всего там ждали. А вы как думаете? Я с вами согласен, честно говоря, в этом вопросе. На самом деле, небольшой специалист в политике, митингах и этих вопросах. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, голосовать нужно идти. Нужно дать свой голос за того человека, за кого считаешь нужным. Да, пусть это будет Путин, пусть это не будет Путин. Пусть это будет твой голос, который не залетит туда, куда ты меньше всего хотел. Ну нахер! Отец! Что новость у нас какая? Давайте поговорим о новости, которую мы обсуждали на прошлой неделе. Она получила продолжение и на этой неделе. Опять? Да, это помните ситуацию с детьми из сороковой школы, в которой мальчики издевались над девочкой. Вроде же уже извинились. Вроде уже извинились. На этой неделе они как раз таки извинились. Но вот в чем интересна ситуация? В школе побывал начальник управления образования Махачкалы, Тагир Мансуров. Он пообщался, сказал, что пообщался с этой пострадавшей девочкой. И вот цитирую. Перед тем, как мальчики принесли свои извинения, я долго говорил с ней и пообещал, что буду стоять за нее горой, чтобы она ничего не боялась. Если у нее есть претензии, пусть она скажет. Но она ответила, что это была всего лишь игра. При этом заместитель директора по воспитательной работе, которая вот в этой школе работает, прекрасный педагог и коллега, увидев в инциденте свою вину, она написала заявление об уходе, но мы его не приняли. В данной ситуации ее вины нет. Сейчас она находится на больничном. То есть, получается, вообще никто ни в чем не виноват. Во-первых, вообще никто ни в чем не виноват. Они просто играли. Виноват только мэр города. Слушайте, какая остроумная шутка. Вот, Вера Лина, я по этому поводу отписался. Я как бы не призываю вас читать мои статьи, я не могу вас заставить. Вот, но есть такая вещь, как подростковый период взросления человека. Вы ничего не можете сделать с подростковой агрессией. Вы ничего не можете сделать с какими-то неформальными подростковыми группами. Все, что произошло, это отвратительно-омерзительно. Но, опять же, это говорит о том, что мальчики были не очень хорошо воспитаны. Но что могла сделать зауч в отношениях между детьми? Ну, вот вы говорите, что они были не хорошо воспитаны. Здесь зауч говорит, что нет. Они все хорошие, спокойные, воспитанные дети. Вот вы же сами когда-то были ребенком. Вы же понимаете, что дети при нас ведут себя иначе, чем они ведут себя, когда мы есть. Вернее, когда нас нет. Дети рядом со взрослыми, и дети в своей среде, они ведут себя по-разному. И ничего вы с этим не сделаете. Да, вот они так и вы. Потом, безусловно, для девочки это тоже опыт. Если ты видишь, что ты общаешься с агрессивными мальчиками, просто не общайся с ними, отходи, вырулий эту ситуацию. Это тоже опыт межполового взаимодействия. Подростки от начала времен будут агрессивными. Это период полового созревания. Здесь ничего вы не поделаете с этим. Воспитание, конечно, оно сглаживает эти вещи. Но если детей не воспитали, что теперь можно сделать с этим? Я в подробностях пишу об этом. Почему нам так важно сохранить педагогический вуз? Вот опять мы сейчас к этому подойдем. Потому что научить человека языку химии, или физике, или математике, это не проблема. Вы можете научить. Но там проблема в том, чтобы человек обладал педагогическими навыками. Умение общаться с детьми, умение подать этот предмет так, чтобы ребенок на его уровне мог воспринять эту науку. Понимаете, здесь мальчиков, конечно, надо ругать. За такие вещи хвалить не нужно. Но сколько таких историй по Махачкале? Куча таких. Просто не все догадались это вытащить в интернет и так подставиться. Но опять же воспитывать надо. Девочка выросла без отца. У девочки только мать. Она сама могла во многом и спровоцировать их. Хоть я и не говорю, что мальчики абсолютно правы. Поэтому здесь Тагир, он все правильно говорит. И девочке, ей надо чувствовать себя защищенной. Но и с мальчиками, ну что говорить. Фрейд писал очень интересно про психологию толпы. Ладно, я сейчас опять слишком много говорю. Там было, что девочка все-таки не сдает их. Если это действительно была не игра, то она все-таки не сдает их. Господи, конечно, не игра. Это с ее стороны нравственные все-таки поступки. Ей легче. Возможно, она запугана. Ей так легче. Может запугана, может она считает, что она не сдает. Это ее друзья. Раз так получилось, она их пытается как-то выгородить. Это тоже важно. И вообще, вы обратите внимание, мир охватила череда детского насилия. Там постреляли, там убили, там с ножами пришли. Да, мир и Россию тоже. И в Перми было. В данном случае мы еще очень дешево отделались. Надо вам так сказать. Ну, по сравнению с Пермию, конечно, здесь... Ну, безусловно. Рунар, скажите, вы, кажется, вот вы сидите и вы что-то хотите по этому поводу сказать. Я думаю, на самом деле, ситуация стандартная. Дети там поиграли, чуть там перегнули палку. Ну, в принципе, разобрались взрослые, подключились, подключились и чиновники от министерства образования. Ситуация, я думаю, исчерпана. Поэтому, мне кажется, здесь страшно. Я думаю, что это получило огласку очень хорошо, потому что все-таки на этой ошибке этих детей, возможно, другие ну, учтут хотя бы, что возможно... Тут никого хвалить не нужно. Ни девочку, которая, да, которая, возможно, сама тоже поучаствовала в провокации. Ни мальчиков, которые такие вещи сделали. Тут в этом плане взрослые повели себя довольно-таки грамотно, потому что они не оставили эту ситуацию. Ни самотек. Родители, я видел, на канале ННТ выступление мамы одного из мальчиков, да, и я не видел, чтобы она защищала своего сына. Обычно же у нас же бросаются, да, вот. Я думал, сейчас начнут называть эту девочку проституткой или оскорблять, да? Нет, мама не стала этого. Вот эта мама сказала, да, мальчик виноват, да, он испуган, он расстроен, он осознал то, что он сделал. Будем надеяться, что это действительно так. Но мама не встала в глухую защиту своего ребенка. Вот это очень хороший знак вот в этой истории был. Поэтому, Вера Олеговна, вы можете высказать свою точку? Да, я уже высказалась, в принципе, о том, что я думала в прошлом выпуске. Понятно. нечего добавить. Вера Олеговна, что у нас дальше? Чем вы нас еще порадуете? Ну, у нас эта неделя была богата на политические события, которые вот мы обсудили уже. А вчера прошла очередная сессия народного собрания, но я так понимаю, раз мы не обсуждаем эти вещи... Нет, мы в принципе можем обсудить, если там есть что, да? Ну, нечего. Абдусамат Мустафаевич выступил с очень длинным, большим докладом о том, что все хорошо и все показатели растут. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот вы опять как-то ехидно улыбнулись. Я уже боюсь ваших улыбок. Вы, по-моему, хотите сказать что-то очень умное. Нет, на самом деле я хотел обратить внимание не на выступление представителя правительства в народном собрании и так далее, даже не на местную политику. Я хотел обратить внимание на то, как устроена на то, как проходит уголовный процесс во французской республике. По поводу Сулеймана Геримова. Абу Саидович. Да, вот я не касаясь его дела, да, я хотел обратить внимание, что человек, вот мы здесь говорим, Мусаев, возможно, что-то там где-то заработал, что-то там не то сделал, там, назовем какие-то суммы, 40 миллионов, 80 миллионов. Обратите внимание, 400 миллионов евро или миллиард евро, сколько он там недоплатил в казну Франции, да, тем не менее, человека, иностранного гражданина под честное слово выпускают из страны. Его не заключили по стражу, его не бросили на остров, в темницу человека изначально поместили в прекрасные апартаменты, да, на Лазурном берегу, в его же собственные, во-вторых, его отпустили на родину, откуда он мог просто не вернуться, понимаете? А мы здесь живем, здесь же человек, обязательно надо за решетку отправить. Я думаю, что Салиман Абусевич прекрасно знал, что ему не вернуться вообще вариантов нет, потому что он попадает в санкционный список полностью, и тогда уже он теряет все, да, он слишком много потерял бы, если бы он не был. Тем не менее, лучше страдать на Лазурном берегу, вот, ну, не жмело продолжать, чем где-то еще. Здесь же есть объяснение, почему. Нет, я хочу обратить, ну, то, что он хотел кого-то там проведать, больного родственника. Да, что он мог оказать давление и вообще мог скрыться. Вот здесь это есть, правильно? Понимаете, это стандартная формулировка, может оказать влияние давление на следствие, может там оказать давление на свидетеля, иным образом воспрепятствовать производству предварительного следствия. Конкретных данных ни в одном деле никогда не будет и нет. Понимаете, это просто формулировки, может это гипотетически, может оказать. Ну, есть сведения, что оказал или нет? Их нет. Соответственно, для чего человек отправляет в тюрьму? Он разве кому-то там отрезал голову, застрелил у себя на работе? Он же этого ничего не сделал. Зачем вы сейчас не подсказываете, пожалуйста, нашим правоохранителям, чтобы потом не нашли какую-нибудь отрезанную голову с отпечатками Мусаас Хабалийчич. Я думаю, прийдется он может только в том случае, если его выпустят и оказать давление. Поэтому его держат. Я так понимаю. Так, Богатинки Чичич, у вас какие-то там заметки были на полях? Быстренько прочитайте. я именно вот это, вот эти моменты... Вы болеете за Мусаас Хабалийчич как-то? Мы все болеем за Мусаас Хабалийчич. А что нам за него болеть или не болеть? Мы болеем за справедливое присудебное разбирательство. Мы исходим из презумпции невиновности. Но это не значит, что мы должны заранее его оправдывать. Мы можем взвешивать те выдвинутые против него обвинения. Но то, что он задержан, я почему говорю про это? Она объясняет следствию, почему он задержан. Она считает, что он может, выйдя на свободу, оказать давление или скрыться. Эту тему мы уже обговорили. У нас есть еще одна тема, на самом деле, не очень приятная. Я хотел бы ее тоже поднять. Это тема, связанная с гонениями сотрудников мемориала. На самом деле, я когда это увидел, я очень сильно расстроился. Меня это задело, на самом деле, то, что подожгли машину сотрудников мемориала дагестанского. Я знаю людей, которые там работают. Это на самом деле принципиальные, порядочные люди, которые, если не сказать, что участвуют во всех там горячих конфликтах, но люди, которые имеют мужество выезжать в села, где людей преследуют, особенно в горах, высоко в горах, имеют мужество жаловаться, ходить на приемы, участвовать в судебных заседаниях, участвовать на предварительном следствии, когда избирают меры пресечения в отношении людей, на которых вешают абсолютно разнообразные ярлыки, там, ваххабистов, террористов, насильников, кем угодно этих людей обзывают, наркоманных и так далее, но они выезжают, они участвуют в судебных заседаниях, они участвуют в ходе расследования уголовного дела на предварительном следствии, и у этих людей есть мужество это все делать. И вот мы сталкиваемся с тем, что их транспортное средство поджигают, неизвестно кто-то там присылает угрозы и так далее. То есть, полностью они вынуждены работать в такой вот очень нездоровой обстановке и в той обстановке, когда лица это совершившие, более того, ранее были случаи, когда в отношении сотрудников этой правозащитной организации применялось насилие, по этим делам абсолютно ничего не расследовано, не установлено. И люди, виновные в совершении этих действий, не заключены по стражу, в отличие от других случаев. Я боюсь, что этот случай также останется висяком и по нему не будет принятия какой-то движение. Можете даже не сомневаться, он останется висяком. Я здесь хотел отметить, что мы здесь до этого обращались по поводу, у нас уполномоченный по правам человека, стала министром. Кстати, стоит отметить, что в этом деле она подняла, она придала этому делу дополнительный импульс. И благодаря ее вмешательству сразу же подключился замминистра внутренних дел по республике Дагестан. Он дал указания сотрудникам Ленинского, сотрудникам одного из райотделов, сейчас точно не помню какого, дал указания конкретно разобраться в этом вопросе. Были подняты, по тревоге, можно сказать, весь отдел, были проведены активные первоначальные, так скажем, оперативные следствия. Это вот сейчас, да? Это вот сейчас, да, у Мавадзина действительно вмешалась, она помогла. И виновники, конечно, не установлены, но работа на самом деле здесь идет довольно серьезная. Вот я два года проработал в правосвеченном центре мемориала, я знаю, насколько это адская работа. Это колоссальный труд. Я знаю, я уходил оттуда с полным психическим выгоранием, наверное, да, потому что я больше этого выдерживать не мог, ты уже боишься телефонных звонков, ты уже людей просто боишься разговаривать с ними, да, потому что ты понимаешь, что еще одну жуткую историю ты просто не потянешь по эмоциям, да. Поэтому уважение к этим людей огромное. Я знаю, что в Дагестане очень много людей, которые к ним относятся с почтением, с уважением. Я знаю, что есть категория людей, которые никогда не примет работу мемориала, потому что благодаря мемориальской работе вскрываются их косяки, их попытки подменить закон каким-то насилием. В мемориал обращались все, и правые, и неправые, и защищали мемориальцы тех, кого никто другой, допустим, не защитит. И это тоже часть вот этой истории мемориальской. Как часть истории, что мемориал это все-таки иностранная агент, судя по сегодняшним законам, но если кроме как туда пойти больше некуда, то, конечно же, то, что сделано вот эти запугивания, все это все в духе чеченской, соседней Чеченской республики, где руководители мемориала подсыпали наркотики. А я этого человека, между прочим, знаю. 60-летний. 60-летний взрослый мужик, да, и очень благородный человек. Такой, знаете, такой горский мужчина, честный, порядочный, молчаливый, очень достойный человек. Вот такому человеку подбрасывают наркотики. До этого, после этого в Негушетии сожгли офис. Это же все череда одних событий. Ну да, это, скорее всего, давление. Я не очень уверен, что это делали и дагестанцы. Ну, хотя мы не знаем, кто это делал. И я знаю, что у Умы Абадзина всегда было очень уважительное отношение и к мемориалу, и к другим правозащитным организациям, потому что она прекрасно понимает, что значит работать вот в этих организациях, что значит заступаться действительно за права человека. Поэтому здесь мы очень сожалеем о том, что это произошло в Дагестане, в нашей очень терпимой республике, в нашей республике, где есть и общественное мнение, и гражданское общество, и для нас это очень нехороший знак. Очень надеемся, что правоохранительным органам удастся все-таки раскрыть это преступление, а это реально преступление. Сирожитин Дациев, Сирожитин же, да, там сейчас работает? Да, да, да. Это человек искренний, это человек, который живет этим делом. Как он до сих пор не сошел с ума после всего того, что через его голову прошло, я себе просто не представляю. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами, мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Так, Вера Олеговна, что у нас дальше? Наверное, перейдем к смс-кам. Смс-ки – это, конечно, это наше все. Так, Ренат Тажирович, выберите себе в черновике смс-очки. Вы сейчас взяли республику, а возьмите черновиковский. Так, Вера Олеговна, по традиции ваше прекрасное новое дело. Да, тут одна смс-ка. «У чеченцев есть свой телеканал, который круглые сутки вещает, и там не бывает разврата. В нашей республике везде установлены триколоры, но не ловят наши каналы ни на равнине, ни в гора. Зато у нас в Махачкале есть два огромных здания телевидения. Зачем нам такое телевидение?» Так, ну, я как человек, который работает на РГВК, я попробую объяснить эту ситуацию. Ну, во-первых, у нас гористая местность, у нас многонациональный народ, да, нам это все, и потом, у нас трехмиллионная республика, нам все это сложнее организовать. Везде на триколорах есть наш РГВК, есть. Поэтому проблем нет, если кто-то подключается к спутнику, у него обязательно в пакете триколора есть. Другой вопрос, что оплата присутствия на спутнике стоит 30 миллионов рублей в год. Это очень дорогое удовольствие. У нас ситуация такая, вот давайте, я понимаю, что я сейчас занимаю время, вообще вот проект «Ужин негодяев» — это где-то порядка миллиона рублей вложений. Вот для того, чтобы этот проект выпустить, надо было вложить вот такие деньги, да. А у РГВК такого рода проектов много, но денег у РГВК сейчас нет. И в лучшем случае им просто день простает, до ночи продержаться. У нас реально проблема на РГВК с деньгами. У нас человек, вот на прошлой неделе звучало Рустам, который делает по 4-5 передач в месяц, у Рустама зарплата 12 тысяч. Это вот где-то на пороге с этим, как это, прожиточный минимум, да, Вера Олег? Вот где-то так. И, ну, естественно, с телевидением и ситуация такая. Наличие большого здания не говорит о том, что там есть какие-то большие деньги, и эти деньги кто-то проедает, и до людей не доходит реальный продукт. Плюс еще куча других проблем РГВК, долги предыдущего руководства, безусловно, наличие цензуры. Все это, конечно, очень рубит республиканский телеканал под корень. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же пою. Так, Багодин Гаджиевич, Ваша смс-очка. А, вот как раз касается телевидения. По телевизору несколько раз показывали юбилейную дату образования ДССР 1920-х год. При этом демонстрировали Даньялова на месте Коркмасова. Получается, на РГВК неграмотный вопрос. Ну, на 12 тысяч вы кого хотите найти? Я не понял. Вы хотите туда Малахова, да, пригласить? Мы сейчас к причинам переходим, а человек просто... Ну, да, да. А что вы хотите? Кого нашли на эту сумму, того и нашли. Ой, дурак. Дагестанской государственности 97 лет. Люди с общей историей давно жили в этих горах и на этих равнинах. Но у них не было общего языка, общей границы, общего руководства. Дагестан объединили большевики. Дагестанскую автономию объявлял Тимирхан Шуре Иосиф Сталин. Можно по-разному относиться к коммунистической идее. Но за Дагестан в его сегодняшних границах мы должны быть благодарны им. Когда-нибудь эту дату мы будем праздновать. Ничего не добавишь, не убавишь. Но это не точно. Уважаемый Ренат Тажирович. Так, здесь пишут, что когда-то на совещании в мэрии города Каспийска говорили о приобретении сотен видеофиксаторов и что они будут установлены по всему городу. Где они? Возможно, их не установили, но вопрос с видеофиксацией нарушений, он действительно актуальный. На мой взгляд, если увешать всю республику камер, хотя бы в город Махачкалу, правонарушений станет значительно меньше. Это я, например, очень много мне приходится ездить и по Кавказу. Я вот в последнее время отмечаю, что камер стало, допустим, очень много в Кабарде. И нарушений стало значительно меньше. Люди перестали выезжать на встречные полосы. Люди понимают, что им придет штраф. Необратимость наказания – это стопроцентное исполнение закона. Кстати, по этому поводу недавно выступал Владимир Абдулалиевич на одном из совещаний. Он сказал, что мы будем перенимать опыт Татарстана в этом плане. Что у них вроде бы очень хорошая статистика. Там, по-видимому, еще лучше, чем у Кабарде. Я то, что... Буквально несколько месяцев, как я понимаю, осталось, и вот что-то у нас будет внедряться. Очень нужно, на самом деле. Это безопасный город. Багалдин Гаджич, ваше СМС-ки. Ты кумык Гарри. Да, самый настоящий, Дургелинский. У меня есть... А что? У меня есть... Хотите, Вера, давайте вы, Вера. Вот у меня, к сожалению, тоже все ругают чиновников. Почему? Почему? Это же самое приятное. Это же самое приятное. По телевизору... А, вот, 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 вот так. А бороться с загрязнением Каспия, ликвидировать сток канализации в море, строительство очистных сооружений, все это пока только слова. Реально же канализация как текла в море, так и течет. Особенно много стоков в редукторном поселке, вплоть до Каспийска. Вот поэтому летом и уезжаешь за город в сторону Сулака, чтобы искупаться в своем же море. Слушайте, люди, ну сейчас я хочу вам напомнить одну историю, которая сейчас по Ватсапам гуляет. Это съемка с квадрокоптера в редукторном поселке Махачкалы, как построены дома. Вы видели, да? Это кошмар. Это, вот, я думаю, что в конечной версии наши режиссеры подходит, Вера Олеговна. Я вот как раз не видела, мне интересно пришло. Вот я вам понимаю, вот так, между домами, вот такое... Метров в десять максимум. Метров в десять, да, дома вот так вот. Метров в десять, это между пятнадцатиэтажными домами, представляете? Прямо вот так... Где там парковаться и что там за квартиры? Там же света белого не имеет. Мы все думаем о парковках. Нужно думать не о парковках, а о пространстве, где людям ходить, гулять, детям играть. Этого нет. Знакомьтесь, это Махачкалы. Город-герой в выпусках новостей. Это Махачкалы. Я хочу вам пожелать пожелания. Чтобы вы всегда оставались своими. Понимаете, транспорт вторичен. Первичный это то, где людям проводить свой досуг. Этого места нет. Да, ну какая сейсмичная опасность? Вы о чем говорите? Эти люди не догадываются, что просто воздух нужен. Я понимаю, сейсмично. Вы говорите, как здравомыслящий человек. В данном случае, вы почему-то пытаетесь сегодняшние поступки связать с последствиями, которые могут произойти в будущем. Вы действите как нормальный человек почему-то. Приводили статистику не так давно. На Северном Каткане самое дорогое жилье, самый дорогой квадратный метр это у нас в Дагестане. Это очень странно. Вот сейчас строят новый дом, по-моему, на Аскара. Там будет квадратный метр, стоит 100 тысяч рублей. Прямо рядом с нами. Ну, приморский город, он такой достаточно... Не, ну, видимо, да. Видимо, есть деньги, но на Варваре люди хотят вложиться. Лучше пускай в этот дом вложатся, чем купят где-нибудь кусок под линиями электропередач и воткнут свой эконом, да? Как это случилось на проспекте Кушинского. Случилось это, по-моему, в бытность Саида Джапаровича, да? Да. Ну, ладно, неважно. Хорошо, Вера Ликвина, у нас что-то еще есть? Нет. Теперь я хочу еще раз попытаться возродить традицию вручения нашего банана. Что даю? А что? Бананы. Людей. Шучу, не бананы. Кто у нас главный герой недели? Кому мы должны послать вот этот банан? Вот как вы думаете, Багалатин Георгиевич? Так, вы считаете, что банан недели заработал Мусаас Хабарович? Это ваша версия? А, это, да? Да, да. Я думал, речь идет о присутствии. Человек недели, да, вот кто у нас герой недели? Ну, конечно, действительно, Мусаас Хабарович. Ваша версия? Согласен. Я вот подчиняюсь большинству, я считаю, что этот банан заслужил Мусаас Хабарович. Он действительно дал нам повод поговорить. Ну, и, конечно же, мы бы хотели, чтобы справедливость в отношении этого человека была восстановлена. Если он виноват, наказывать его, исходя из того, в чем он виноват. В том, что мы не забыли про этот котлован напротив Минкульха. Мы ничего не забыли. Про памятники Финди Капива мы тоже не забыли. Но наказывать надо за то, за что человек виноват. Хорошо. Это была «Славная охота». Спасибо всем, кто досидел и досмотрел наш эфир до конца. У меня в гостях был Ренат Тажирович Гамедов. Всего доброго. Спасибо, что посмотрели. Благодарю, Денис Ильич. До свидания. Спасибо. Спасибо. Активный директор «Знательского дома» Максим Вера Людмила Тимофеева. С вами был я, негодяй со стажем, Заур Газев. Всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok «Свободная республика» «Свободная республика» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова